Всем привет! Змею я здесь, друзья мои! Поставить цветочки! Путешественница! Решили выпить кофейку. Но как у нас проходит праздник? Над отношениями в семье нужно работать. До встречи! Всем привет, друзья мои! Сегодня так у меня изменились все мои планы, поменялись. Но все, что не делается, и делается к лучшему. Смотрите, я сейчас занимаюсь кексом. А почему я вдруг решила кексом заниматься? Потому что я решила приготовить новое блюдо, салат из печени. И туда нужно сделать... Кстати, я такая сегодня готовлю весь день. И его нужно было с домашним майонезом. Домашний майонез и яиц из йогурта. И горчицы. Пришлось заварить горчицу, посмотрите. Хозяйка такая! Все готовлю и готовлю. Ну вот. И, не посмотрев рецепт, неправильно начала действовать. Смотрю, что-то оно у меня не густеет, не густеет. И когда посмотрела, думаю, все, это же не выбрасывать два яйца. Тут оливковое масло, йогурт. Я решила добавить муку и приготовить себе кекс. Правильно же? Сейчас немножко постоит. И я его буду выпекать. Добавила сюда также апельсиновую стружку. Вместо сахара пекмес из винограда. Вот и все. Вот такой вот у меня кексик будет. Еще я себе приготовила борщ. Только белый борщ. На базар сегодня не пошли. Аж кем на балконе делал веревки. Посмотрите, какой борщ. Только я такой могу сделать. Тут и грибы. Тут у меня и горох. И капуста. Вот. Все, что есть. И грибы, да. Я сказала грибы. Вот это мой борщ, да. А этот суп. Аж к ему. Я же говорю, сегодня очень. Сегодня очень много готовлю. Вот такие вот у меня новости. Да, сыночек мне сегодня порадовал. Сыночек мне сегодня порадовал. На день рождения мне тогда обещал денежку на курс нейрографики. У него не получалось в течение месяца никак. Потому что его карта только отправляет на ту карту, которой он владеет. У меня этой карты нет. И он так переживал. И я, знаете, что сказал. Давай, говорю, я на тебя порисую, говорю, на исполнение твоих желаний. Там у него какие-то проблемы тоже по карьере возникли. И мы с ним постоянно на связи эти дни. Я его поддерживаю, как могу. Он держится. Молодец. Я нарисовала. И стали происходить чудеса. Он на корабле своем нашел турка. Он ему отдал деньги. А тот турок, его жена, переслала мне на карту. В общем, друзья мои, вот такое вот исполнение желаний. Все. Я сейчас буду уже... Покажу вам дальше, что... А, и какао сюда добавила. Так, ну вот. Такие две посудинки. Ну, печь не на один раз. И сейчас поставлю на 180 градусов на 30-40 минут, наверное. Думаю, что получится вкусно. Что хочу вам показать. Сейчас вот мы купили яйца, покупаем вот такие огромные. Оказывается, в каждом яйце по два желтка. Вот это чудо. Я думала, три здесь мне будет много. Так что мне нужно только для майонеза желтки одно оставлю. Какая вышла горькая-горькая горчица, друзья мои. Сейчас положу это в баночку. Горчица мне нужна была для этого майонеза моего. Я добавила сюда вот чайный стакан йогурта, два желтка, ложку горчицы горькой-пригорькой, лимон, сок, чуть-чуть. Что я еще добавила? Соль. И все, будем сейчас взбивать. И растительное масло, кажется, одну столовую ложку. Покажу вам результат. Какие красивые у меня получились кексы. Но, к сожалению, майонез у меня не получился. А это просто бомба. Сейчас посмотрю, внутри они приготовились или нет. Друзья, пьем чай. Ашкам, тебе понравилось это кекс? Кекс. Понравился? Пойдемте. Увидите. Увидите. Очень полезно, говорит. Ну, я не могу, говорит, это кушать. Да? Истемьерсун емек. Пойдем, ама истемьерсун. Дыльба? Доброе утро, друзья. С вами я, Светлана Ата. Я нахожусь на набережной. Жду, пока мои богини подойдут присоединяться. Сегодня восемь утра. Восемь утра, говорю. Восемь градусов холода. Не холодно, а плюс восемь. Для нас это очень холодно. Если бы это было не йога, я бы точно не вышла. Светлана, помню, когда было десять тысяч шагов в марафон. Вот что значит, девочки, марафон и не марафон. И обычная жизнь, да? Встала я на йогу. Вечером, кстати, я позанималась дважды. Потому что я вчера очень много чего переделала. И уборку сделала. Сейчас расскажете, одно и то же говорю. Ну, блог это такое, что говоришь все подряд. И уборку сделала. И обеды наготовила. И корчицу. И какие-то салатики. И еще что я приготовила? Кексик для себя приготовила. Ну, это же надо возиться. Аж и руки. Кожа у меня чуть не сошла. Сколько я посуду перемыла. Вот так думаешь, да? Чуть-чуть помоешь. Что-то никого не видно. Вы видите? Пока еще, наверное, рано. И у меня спина заболела. И я думаю, для осанки поделаю упражнение. И я после этого такое облегчение почувствовала. Боже, моя спиночка сказала мне спасибо. Все суставчики, все. И я легла и отключилась. Вот так вот. Моя история так закончилась вчера. Ну, а сегодня, естественно, в 6.30 на коврике. Упражнение сегодня было у нас какое? Для растяжки. Вот видите, там какой-то мужичок что-то будет делать. Чинить. Ага, сетку. Ну, вот холодно-холодно, да. Сейчас мне надо одеть шапку. Сейчас я переверну, покажу, как я выгляжу. Вот и я. Одела свою новую кофточку. Но еще вниз, еще кофточку и кофточку, кофточку и две пары штанов. И сейчас надо одевать шапочку, потому что очень холодно. Не знаю, что-то моих девочек не видно. Ну, если они не придут. У меня есть кофе. Я вперед немножко похожу и вернусь домой кофточку. Кстати, обещали, сегодня у нас дождь. По прогнозам. Посмотрим, что будет. Думаю, мои девочки подойдут. Кто-то из 12 человек подойдет. Со мной еще захотела, к нам захотела присоединиться Турчаночка, моя соседка. Ну, я ей с утра написала 8, она не ответила. Я ей сейчас перед выходом позвонила, тоже не ответила. Не знаю, как она и что. Наверное, конечно, не каждая захочет такой холод выходить из дома. Тем более, у нее 4 операции на позвоночнике. Она вся на антидепрессантах, 4 месяца не выходит из дома вообще. И говорит, Светлана, я в таком депрессии, помоги мне. Я сказала, ну, пожалуйста, я слежу за тобой, помоги. Ни с кем не общаюсь. Она сама родом не отсюда, из Стамбула, кажется. И вот мужик здесь. Муж тоже пенсионер, как мой. Вообще, в нашем доме очень много сотрудников его бывших, моего мужа, которые проработали с ним вместе на этой фабрике Большой Бахчак. И вот он тоже молодой пенсионер. И когда я только познакомилась с ней, как-то в Карфоре, она говорит, что там МДРа жена. Я говорю, да. Ну, муж пенсионер. Какой молодой мужчина, как он пенсионер? Это что такое, больной что ли? Ну, вот оказалось, что возможно вполне эти бывают молодые пенсионеры. Никого не видно. Мои девочки собираются, несмотря на 8 градусов тепло. Я даже шапочку одела. Самый приятный момент, девочки. Все замерзли. Чай, кофе, девочки. Как классно. Это да. Перестраивайся, все пройдет. И это пройдет. Наливай. Надусик, наливай. Наливай. Открес. Чай, кофе, кофе, кофе. У меня есть сахар. У меня есть сахар. А? У меня чай. А? Я уже тебя сжокировала. Что-то Наталью не спрятала. Ты где была вообще? Все это время. Нет отлучения всякие чужие. Я знаю. Наливай. Подарок, принесли. Я хватит. Что девочек? А что это такое? Ну, и последние девчонки податки тоже еще потенечены. Вот это моя любимая. Сейчас так красиво. Моя любимая. Блин. Наша любимая. Прорвемся. Ой, спасибо. Что это такое? Спасибо. Мой улечек. О, спасибо. Боже. За здоровье. О, как мило. Горький. Давай мне ее. Давай мне ее. Давай мне ее. Мама. Дочке отдай. А ты горький? А, да мам. Дочке отдам. Спасибо. Дочке отдам. Потому что там какао одно. То есть там сахар. А я отдам. За здоровье. Мой улечек. За швейцей. А тебе самой привозили мне. Откуда она? За швейцей. Снимя не так. Благодарю. Можно вот так еще ножки потянуть напоследок. За голову. Давайте вот так потянем. Давайте. Вот что нам с твой дом построить. Ой, спасибо большое. Спасибо Юлечек. Спасибо Юлечек. Вот так вот, да? Хап. Это наверное сладкое. Ой, это как это? Ой, надо сиротоник. Как классно тут тянется. Хап, как на полочку. Как она и так. А, это вот это держит. А это? Аля. Ха-ха-ха. Богиня может прорастать. Вот. А сейчас следующее. Хап. 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 Есть какой-нибудь применитивный пакет почти? Хап. Хап. Положите на полку. Положите на полку. Кубы на полку. А, какой-то. Оненензатор, онензатор танцевать. Звук сейчас будет танцевать. Я не оненензатор Белеля. Я не курить не хотела. Я уже и так, уже. Подход найти. Видео снимает. Скрытая камера. Как-то танцевать. Надо как будто вообще послали. Той снимал. Мне надо это, да. Вон. Я голос снимаю. Сбегаемся поближе. Чок, да. А сейчас у нас кофе-пите и болтанка. Ма-ма-ма. Кому чай, кому кофе. Самый любимый момент. Юля, я тебя двигаю. Самый долгожданный момент. Это наша... Давай, Юля. Где стакан? Давайте. Лиля, ловите мне стакан. Вне стакан. Кому еще? Я сегодня сигарет. Девчонки, я вылезала. Всем доброго вечера, мои дорогие. У нас такая зима. После йоги так приятно сидеть в теплом доме. Готовлю ужин. Готовлю что-то вкусное для мужа и что-то вкусное для себя приготовила. Тянет мне второй день на кулинарию, мои дорогие. На улице дождь. Мы успели прийти домой и пошел дождик. Мы же занимались сегодня йогой. Мы видели. Очень холодно. Даже не знаем, что мы будем делать. В следующий раз, наверное, то же самое. Сначала будем прыгать, потом будем йогой заниматься, растяжкой, кофе пить. Все так интересно, столько позитива. Переписываемся в чате. Все на таких эмоциях. А я вот вожусь на кухне, уже все дела переделала. Покажу сейчас, что я приготовила сегодня. Аж кому ждет, не дождется ужина уже. Так, мои дорогие, приготовила я сегодня тесто. И из теста решила приготовить пиццу для мужа, порадовать его. Эта пицца, знаете, какая, с такой любовью делала. Здесь грибы, заранее обжарила их. Они красивый вид, да, когда заранее. Сыр, сосиски и болгарский перец. Ну, естественно, что-то и другое тоже. Тут что другое? Майонез и кетчуп. Все то, что мне нельзя. Она уже, по-моему, готова. Аж кому не дождется. А это я приготовила для себя. Вот тоже оно чуть тушится. Как это перестанет, переставлю температуру уже. Это у меня баклажаны, которые Анемчик мне до этого передала, сушеные. Я их замочила на весь день в горячей воде. И они такие мягенькие стали. Вышла вся горечь с них. И помидоры, и соль, и болгарский перец. Больше здесь ничего нет. Я именно хочу такое что-то. Это еще не все, друзья мои. Ну, а также я решила посолить капусту. То есть залила ее уксусом. Я всегда делаю, по лимонам делаю. А это, думаю, что-то не испортилось она. Залила ее уксусом. И вот такой здесь нарубила салат. Я не буду его ни перчить, ни солить. Вот сколько мы покушаем. Ну, на сегодня, на завтра нам хватит. Вот так вот я сегодня готовлю. Готовлю с любовью, мои дорогие. Ужасная погода. Даже моя соседка Турчанка сегодня не пошла с нами на йогу. Она говорит, что она больная гриппом. У нас кто-то, кстати, в доме умер. Пухороны были сегодня. Все так стоит палатка. Мой муж никуда не вышел. И поэтому я решила его побаловать. И приготовить что-нибудь вкусненькое для него. И вам показать, похвастаться. Ну вот, друзья мои. Пошла ему подавать кушать. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик. И на все уведомления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!